Привет-привет! Меня зовут Макогон Людмила. Сегодня мы поговорим с вами о планете Юпитер. Юпитер – планета подарков, щедрости, защиты. Это планета ангела-хранителя. Планета, которая открывает такие возможности, о которых мы даже не думали и не мечтали, что это может произойти в нашей жизни. Юпитер символизирует и любовь, и брак, и детей. 26 мая Юпитер меняет знак и принесет нам новые подарки судьбы, новые двери для нас откроет, новые возможности. Для того, чтобы Юпитеру было легче принести в вашу жизнь то, что вы желаете, вам тоже необходимо приложить усилия. Нужно визуализировать, мечтать о своих желаниях. Представляйте, не ограничивая себя в мечтах, верьте, что все возможно. И тогда вы волшебным образом будете оказываться в нужном месте и в нужное для вас время, чтобы получить заветное. 26 мая 24 года Юпитер меняет знак и входит в знак Близнецы на год до 10 июня 25 года. Раз в 12 лет бывает такое положение Юпитера в Близнецах. В прошлый раз это было с июня 12 года до конца июня 13. Вспоминайте, что было у вас приблизительно 12 лет назад, в 12-13 годах. В чем вам повезло? Какие тогда возможности для вас открылись? Потому что может быть что-то похожее, не то же самое, но похожее. И хочу вам напомнить, что смотрите прогноз по трем знакам, потому что все три сферы проиграются по Юпитеру. Вы будете знать, где ожидать подарки, в каком месте, сфере вашей жизни. Смотрите по солнечному знаку, по знаку асцендента и по знаку Луны. Кстати, если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Итак, стрельцы, Юпитер входит в ваш седьмой дом гороскопа на целый год. Ваше окружение будет меняться на более интересных, качественных людей, которые будут вашими единомышленниками, которые вам будут вам нравиться. И с ними будет интересно. Они расширят ваш кругозор. Вы по-другому начнете смотреть на мир. Откроются новые возможности. Могут предложить какие-то бизнес-партнерства, коллаборации. Седьмой дом у нас дом любви, брака, знакомства, партнерства, общения, контактов. Может быть, контакт, знакомство с влиятельным человеком, который вам поможет в работе, переезде. Седьмой дом – все другие люди. Их станет больше в вашей жизни. Это еще наше окружение. Поэтому ваше окружение качественно поменяется на людей, которые будут вам интересны. Вы будете общаться с единомышленниками. Если вы преподаете, у вас появится много студентов, учеников. А если вы занимаетесь в сфере продаж или предложением услуг, то придет очень много клиентов. Так, что вы даже и не думали, что столько может быть. Или вам предстоит выступать на большое количество людей. Юпитер по Седьмому дому дает помолвку, брак. Может быть, вы и познакомитесь, и выйдете замуж в течение 12 месяцев. Потому что Юпитер – юридическая планета. Поэтому здесь заключение брака или заключение какого-то контакта, договора, на работу, на коллаборацию, на сотрудничество с человеком или с организацией. Что будет являться для вас выгодным и интересным. Седьмой дом – у нас еще сделки. И здесь вы можете очень удачно продать или купить что-то. Например, квартиру, дом, землю. По Юпитеру – это вы всегда покупаете что-то лучше. Больше по площади, в красивом месте, в котором вы хотели. То есть это всегда что-то престижнее, лучше того, что было. Помните о том, что вам сейчас обязательно нужно прислушиваться к себе и представлять, что вы хотите, как вы хотите, чтобы это было в будущем. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Благодарю за лайк, комментарий и подписку. И увидимся в следующем видео, где я расскажу ваш гороскоп на июнь.